Проект, о котором сегодня и пойдет речь, носит чисто символический характер. Мы бы очень хотели, чтобы на месте скрипача, девочки с зонтиком, девочки, которые красят губы помадой на медной скамейке, оказались известные личности, известные люди, которых подарил миру Азербайджан. Эту идею до нас пытались внедрить в жизнь Бахрам Багирзаде и режиссер Зиавиты Мамверди. Но, к сожалению, по каким-то причинам она не нашла отголоска и не нашла никаких действий у наших чиновников. Опрос, который мы провели, касался всех социальных слоев общества. В рамках нашего проекта мы побывали в нескольких театрах города. И прежде всего мы пошли в русскую драму, которая сегодня является одним из самых популярных театров города. Могу сказать сразу, я бакинка. Бакинка во втором поколении. Но вместе с тем, с городом Баку у меня связана не просто жизнь, связано абсолютно все. И вот сразу я хочу сказать о первом человеке. Это Анатолий Славович Фалькович. Вот он здесь, вот он. Анатолий Славович Фалькович – это человек, который сделал славу этому театру. И вот я сказала бы, Анатолий Славович Фалькович. И вторая актриса, которая меня всегда потрясала своей грациозностью, своим аристократизмом. Вот это Рахиль Славовна Гинсбург. Вот она, красавица. Вот она, вот видите, шикарная, она с шикарным вот этим веером. Вот, так что эти два человека, которые могут представлять и могут олицетворять театр. Вот, что касается моего родного Баку, вот я очень хотела, чтобы здесь наконец-то появился памятник Аршин Малалам. То есть именно Аршин Малалам. Может быть, это будет Рашид Бейбатов. Замечательная актриса Насибахана Мзейналова. Колорит Азербайджана, мне кажется, придадут вот именно те самые образы, которые создали наши великие актеры, артисты балета, композиторы. И те люди, которые сделали славу нашему городу. Вы знаете, вот мне бы, конечно, хотелось, это мое сугубо личное мнение, субъективное, чтобы они были в ролях. Неотделимая роль Елизаветы в спектакле «Мария Стюарт» от Веры Карловны Ширье. Она была великолепна в этой роли. Мне повезло, я видел спектакль. Рахиль Соломонна была та же Мария Стюарт. Хураман. Мне приходилось работать с Анатолием Соломоновичем Фальковичем, который в то время был очень популярен за счет кино. Вера Карловна Ширье замечательная актриса. Актриса такого трагедийного, чайшего дарования. Приезжали специальные люди даже из Тбилиси, чтобы посмотреть Ширье в роли мамаши Кураж. Перечислять можно до бесконечности. Они все в моей душе, в моей памяти. Наверное, я думаю, что можно было бы, чтобы они сидели там на скамейке, предположим, корифея русской драмы. Также мы посетили несколько других театров. Но там более осторожно отнеслись к нашей просьбе. Стали нас посылать в дирекцию, к руководству. Мы не сошли это правильным. Зачем же спрашивать у директора, если об этом мог сказать любой артист и любой сотрудник театра, не так ли? Но это мнение сотрудников театра. Мнение свое высказали также и историки, и политики, и художники. Очень многих мы опрашивали через Фейсбук, потому что не каждый согласился сниматься на камеру. Возможно, по каким-то своим причинам, а возможно, потому что просто у них было банальное отсутствие времени, как это принято в сегодняшнем современном мире. Это очень даже великолепная идея. Мне очень понравилось, честно говоря. Как-то можно сказать, что я тоже подсознательно об этом думал, когда ходил по городу все. В крепости был памятник героям кинофильма «Бриллиантовая рука». Это почему-то убрали. Намного лучше, если мы вспомним, а молодежь, если даже не знает. Когда человек чего-то не знает, и ему лень учиться, ну, может быть, каким-то наглядным примером можно подтолкнуть к чему-то такому. Вообще, с другой стороны, я думаю, что это как-то... Можем же мы гордиться какими-то нашими героями. Почему бы нет? Если она будет осуществлена, эта идея, в Азербайджане, учитывая туристические перспективы страны и темп ее развития, это придаст дополнительный колорит нашему городу, столице Баку и другим городам Азербайджана. Я поддерживаю в целом эту идею. Единственное, что хотелось бы пожелать, чтобы в дальнейшем, учитывая, что история – это такая наука, которая постоянно, периодически переосмысливается, переиначивается, чтобы в дальнейшем не было неприятных случаев, когда убирают одни бронзовые скульптуры, бюсты и выставляют другие. В этом плане, мне кажется, стоит начать из сферы культуры, в сфере искусства. Важно, чтобы, скажем, те деятели искусства и культуры, независимо от политического строя, политического режима, независимо от политических векторов развития Азербайджана, всегда востребованы. Здесь можно назвать десятки и сотни имен. Ясно, Узер Гаджибеков, Фикрет Амиров, Гара Гарая, Таир Салахов. Что касается сферы общественно-политической, к реализации проекта в этой сфере может быть стоит приступить в последнюю очередь. Я в корне против этой затеи, потому что то право определять, кому тогда ставить, кого не ставить, кто многоизвестен, то малоизвестен. И может получиться такое, что скульптур может оказаться больше, чем дворников, которые необходимы любому городу. И еще стоит вопрос о том, насколько исполнение этих работ будет на том уровне, который было бы привлекательно смотреть и, так сказать, наблюдать. Баку имеет свои особенности, хотя это распространено, наверное, в других городах тоже. Потом можно ставить, благодаря тому, что у тебя, так сказать, хороший карман, кому-то благодаря тому, что у него есть там какое-то определенное положение или связи, он может кому-то поставить. То есть так можно забрести, бог знает куда. Поэтому я, в принципе, против этой затеи, ну, за то, чтобы, конечно, очень выдающихся людей, которые сыграли определенную, значимую роль в истории нашей республики, там, страны, они должны быть увековечены. А вот превращать это в шоу и такой, может быть, с вашей точки зрения, шарм, мне кажется, что это бескусица. Считаю, что это очень нужный проект для всех граждан. Почему? Потому что в результате этого человек вновь восстанавливает в своей памяти, в свою историю, в свое прошлое. И опираясь и отталкиваясь от этого прошлого, мы можем строить и свое нынешнее, это самое положение наше, и свое будущее, естественно. Как только я услышала об этой рубрике, первый человек, который мне пришел в голову, в момент Амин Рассузаде, я считаю, что в обязательном порядке этому выдающемуся политическому деятелю должен быть установлен памятник, достойный его имени, достойный его заслуг. Обязательно должен быть установлен памятник выдающемуся историку, востоковеду Дзиабунятову. Дзиабунятов не только выдающийся наш ученый, но и выдающийся сын азербайджанского народа. Вы знаете, он дважды герой Советского Союза, он прошел очень трудный, но очень, ну, скажем так, значимый путь. Для подрастающего поколения очень необходимо знать историю свою, и необходимо знать о героях азербайджанского народа. Некоторым героям поставлены памятники, например, Азиасланды и так далее. Но есть очень много таких героев, которым памятник, к сожалению, не поставлен. А теперь мы узнаем мнение человека, который по праву является автором данного проекта, одним из первых, кому пришла в голову идея сделать Баку более живым, наполненным живыми скульптурами тех, кто принес Азербайджану славу. Это Джавид Имамбердиев, и соавтор идеи, Бахрам Багирзады, который, к сожалению, сегодня не смог принять участие в нашем проекте, но горячо поддержал нас и сказал, что он бы лично хотел видеть скульптуру Зейнолодзина Тагиева, который едет на Паэтоне и грудь его украшают заслуженные по праву ордена. Эта идея пришла тогда, когда в нашем городе начались стремительные ремонтные работы по реконструкции нашего города, по его омоложению, то есть одновременно и бульвар ремонтировался, и площадь фонтанов, и торговая. И вот тогда мы с друзьями, нам казалось, что было бы интересно, если бы человеческий рост в живом движении были великие люди нашего города, нашей страны, замечательные актеры, певцы, композиторы. Рашид Меджидович Бейбутов мог бы сидеть где-то на скамейке, например, на себя Зейналову прислонившись к какому-то дому и выбивала бы, как называется, замечательное слово, вот шерсть. Да, Вагиф Мустафа Зады мог бы играть на пианино где-то под деревом на бульваре. Алия Агаев в образе Мащады и Бады мог бы залазить на какой-то забор. Межзаб Абаев мог бы просто прохаживаться по торговой или по бульвару и так далее. Слава Богу, этих людей довольно много. Людей, которые составили славу и городу, и стране, которые вписали своими золотыми буквами в нашу историю, в историю нашей культуры. И мне действительно было непонятно, когда эта идея вдруг воплотилась в совершенно безликих фигурах. Прекрасный, никому неизвестный просто скрипач, девушка с зонтиком, просто капитан какой-то на бульваре. А это могли бы быть известные люди, это была бы и память. Я, возможно, предположил, я или кто-то мне в оправдании той идеи, что многие иностранцы, а мы делаем туристический город, не знают, кто эти люди. Для них они... Да, для них бы они были возможны, для тех, кто не знает, просто бабкой, которая сидит и выбивает шерсть. Или просто пианистом. Но для тех, кто знает, у Акуджавы замечательная фраза, говорит, на поне Пушкина снимается семейство, как обаятельно для тех, кто понимает. это было бы обаятельно для тех, кто понимает. Это было бы красиво для тех, кому это важно. Для них это просто какой-то образ. Современно, несовременно, а для тех, кто знает. А когда поймет, узнает, скажем, четверку Гая, for example, то есть он может узнать четверку Гая под какой-то российский турист. он подумает о том, что, значит, если это действительные, реальные персонажи, значит, вот этот молодой человек в шапочке, который прыгает в бассейн зачем-то, он тоже какой-то реальный? И тогда, ах, это же было в фильме Аршин Малалан 1943 года Людвеля Абдулаев «Сталинская премия» в Али. Например, значит, вот этот дядечка, который играет на рояле, «Ах, это, оказывается, отец известный, скажет какой-то американский почитатель джаза, посмотрит в интернет, сфотографирует, залезет в интернет, ах, оказывается, это папа великой джазовой пианист, уже великой, уже известной во всем мире джазовой пианист Киазиза Мустафа Заде. А можно послушать, что он играл? И тогда он услышит, возможно, Дюшуньджа, например. Или не услышь, пройдет мимо и ха-ха, там дети вокруг него пофотографируются и до свидания. Все возможно, но мне бы казалось, что лучше бы наш город украшали бы вот такие реальные персонажи. И беда современного Баку в чем? Вот одна маленькая история. Он безумно красивый. Он совершенно модерновый, современный. В 96-м году я в Баку привозил Валерия Сергеевича Золотухина. Он ходил по городу и говорил, мужик, да это же маленький Париж. Лет через 10 в Баку приезжал мой ко-продюсер, моя картина «Однажды на Кавказе». Он россиянин, который часто бывает в Стамбуле. Он ходил по Баку и говорил, старик, да это же Стамбул. А сегодня люди приезжают в Баку и говорят, что это Дубай. То есть он становится большим, красивым, совершенно невероятным, но теряет свои какие-то вот эти маленькие прелести. А нельзя забывать, что мы живем в сумасшедшей культуре. Тут же Ичарь-Ичарь это вечный спор между историками и археологами. То есть историки, говорят, что нужно сохранить вот то, что есть, а археологи, давайте лезем дальше, мы ничего дофига найдем всего интересного. То есть идея, которая как бы сейчас превратилась в состояние мечты какой-то... Ну, у меня, честно, вот может от того, что есть такая идея, вызывают раздражение вот эти безликие фигуры, которых... Они у меня вызывают раздражение. Ну, как смотримся мы рядом? Правда, хорошо? И у меня фотоаппарат, и у него фотоаппарат. Ну, что-то я не узнаю этого человека. Возможно, он импотворяет всех фотографов, всех творческих людей. Но мне бы хотелось, чтобы рядом со мной сидел Саир Салахов. С вами была Яна Мадата, Вилькин Захарли, сайт Минвал Ас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова